Я столько лет рассказываю вам, как правильно читать то или иное произведение, что меня осенила необычная мысль. А что, если мне не просто пересказывать вам результаты своих разборов, а именно методику, при помощи которой я это делаю, адаптировать для всеобщего использования? Ну, потому что те результаты, которые получаются в ходе ее работы, они повторяемы. Вы видите, что десятки и сотни фильмов разобраны. Сложнейшие классические произведения Ромео, Джульетта, Гамлет, Мастера Маргариты, Евгения Онегина разобраны. И каждый раз эта система показывает высокую эффективность и дает потрясающий результат. То есть, та система вопросов, которую я задаю по отношению к произведению, позволяет проникнуть вглубь сюжета. Так может быть, не просто пересказывать вам, я еще раз повторяюсь, результаты моей работы, а научить вас читать самостоятельно. По сути дела, я уже это пробовал, потому что люди, которые приходят ко мне на лекции, мы с ними ведем интерактивный разговор. Я им даю фрагмент текста, мы его вместе анализируем, я им подсказываю, какие вопросы задавать по отношению к тексту, для того, чтобы получить правильные ответы. Я решил сделать пробу в этом смысле и хочу начать немножко с необычного. Я хочу начать с детских сказок по двум причинам. Во-первых, потому что я на днях разговаривал с директором гимназии РРТ, и она сказала мне, Иван, если вы попробуете детские сказки, мы дадим вам возможность внедрить это у нас в гимназии и опробовать на живых абитуриентах. С другой стороны, тем взрослым, которые хотят научиться читать, начинать с Гамлета или Мастера и Маргариты не надо. Слишком сложное произведение. Давайте в качестве теста, в качестве репетиции, тренировки для ума возьмем что-то элементарное. Басни, детские сказки. Я взял сказку «Гуси-лебеди». Вот я попробую прочесть эту сказку, она занимает два листа А4 крупным текстом. И прямо на ваших глазах задать по отношению к ней несколько вопросов, которые, на мой взгляд, стоило бы задать ребенку. Вот если бы ты с ним обсуждал эту сказку и пытался помочь ему понять, про что она. Вот именно такие примитивные три вопроса я уже сформулировал. Сейчас мы читаем текст и задаем по отношению к этой истории эти три вопроса. И смотрим, изменится наше с вами представление о сюжете этого произведения или нет. Гуси-лебеди. Жил мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. Доченька, говорит мать, мы пойдем на работу. Береги братца, не ходи со двора. Будь умницей, мы купим тебе платочек. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказали. Посадила братца на травке под окошко. Сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди. Подхватили мальчика. Унесли на крыльях. Вернулась девочка. Глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда. Нету. Она его кликала, слезами заливалась. Причитывала, что худо будет ей от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только увидела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, детишек уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала. Увидела, стоит печь. Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Печка ей отвечает. Съешь моего ржаного пирожку, скажу. Стану я ржаной пирог есть у моего батюшки, и пшеничные не едятся. Печка ей сказала. Печка ей не сказала, куда делся ее братик. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня. Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки и садовые не едятся. Яблоня ей ничего не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке. В одном окошке. Кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель. А на лавочке сидит братец, играет с серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась? Я по мхам по болотам ходила. Платье измочила. Пришла погреться. Садись, покуда кудель прясть. Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей. Девица, девица, дай мне кашки. Я тебе добренькое скажу. Девочка дала ей кашки. Мышка ей сказала. Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест. Сама на твоих костях покатается. Девочка сидит, не жива, не мертва. Плачет, а мышка ей опять. Не дожидайся. Бери, братца, беги. А я за тебя кудель поприду. Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает. Девица, придешь ли? Мышка ей отвечает. Приду, бабушка. Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала. Гуси-лебеди, летите в погоню. Сестра братца унесла. Сестра с братцем добежали до молочной реки. Видят, летят гуси-лебеди. Речка, матушка, спрячь меня. Поешь моего простого киселька. Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидели, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Вот-вот увидят, что делать. Беда, стоит яблоня. Яблонька, матушка, спрячь меня. Поешь моего лесного яблочка, говорит. Яблонька. Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит. Уже недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее. Загоготали, налетают, крыльями бьют. Того и гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки. Печка, матушка, спрячь меня. Поешь моего ржаного пирожка. Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села. В устьице. Гуси-лебеди полетали, полетали, покричали, покричали. И ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо. И вместе с братцем побежала домой. А тут и отец с матерью пришли. Ну что, мои маленькие мальчики и девочки, какие вопросы мы будем задавать по отношению к тексту? Вопросов будет чуть больше, чем три. Я открыл список их больше. Но они будут элементарные. На которые ребенок, не знаю, 8-7 лет ответит спокойно. Давайте попробуем. Скажи мне, юный ребенок, про кого эта история? Кто здесь главный герой? Как тебе кажется? Ребенок говорит про девочку. Про девочку, у которой братца гуси-лебеди унесли. Предположим, потом я расскажу про другой вариант. Он говорит про девочку. Ну это очевидно. Девочка там главный герой. Скажи, пожалуйста, маленький ребенок, а девочка в самом начале, когда родители просили ее за братцем присмотреть, она что делала? Какой она была по характеру? Чего она хотела? Она хотела погулять, скажет ребенок, поиграть. И не хотела следить за братцем. А еще она не хотела ни с кем договариваться и никому услужить не хотела, потому что на все просьбы она отвечала отказом. Она не хотела ни с кем быть вместе. Ни с яблонькой, ни с печкой, ни с реченькой. Она хотела все только для себя. Хотела гулять, не хотела за братцем следить и не хотела ни с кем общаться и договариваться. И дружить ни с кем не хотела, скажет даже самый тупой ребенок. Скажи, пожалуйста, а какой стала Машенька в конце, когда она... Девочку Машенька зовут, да? Или просто девочка? Я забыл уже. Девочка, просто девочка. Почему Машенька у меня в голове какая-то появилась? Когда девочка прибежала обратно с братцем, она была такая же, как в самом начале, по характеру? Либо как-то изменилась? Он скажет, ну, я не знаю. Но вот в начале она какая была? Она ни с кем не хотела договариваться. Хотела все для себя, а не для братца. А в конце... Ну, в конце она братца спасла. А еще она с печкой подружилась, с яблонькой и с речкой. К финалу. Как интересно. В какой момент она вдруг изменилась? Ребенок может сразу не догадаться. Не знаю, там, когда из дома убежала. Смотри, она убежала и ни с кем не договаривалась. Пришла к бабе Еге и ни с кем не договаривалась. А потом вдруг изменилась. Ну, видимо, тогда, когда мышка ей сказала, что ее убьют, ей грозит смерть. Сразу после этого она начала договариваться, заботиться о братце. То есть она поняла. И тогда ребенка можно спросить, так какой смысл в этой истории? Что мы должны из нее понять? А что если тебе грозит смерть, и вообще в трудной жизненной ситуации, самое правильное – это договариваться с людьми, идти им навстречу, дружить, и тогда они помогут тебе. И тогда ты сможешь спастись из трудной ситуации. Дружить и быть вместе. Согласитесь, что эти вопросы принципиально простые. В каком возрасте ребенок на них сможет ответить, я не знаю, надо экспериментировать. Но я думаю, что ребенок во втором, в третьем классе, в первом, наверное, уже сможет ответить, какая была девочка в начале и какой она стала в конце. И если вы, каждый раз, читая с ребенком ту или иную сказку, или тот или иной рассказ, будете задавать одну и ту же схему вопросов, про кого эта история? Ну вот в детских сказках там всегда история про главного героя, его очень легко найти. Почему необходимо задавать этот вопрос? Потому что дальше героев будет множество. И главного всегда нужно будет выбирать. Про кого эта история? Какой герой в начале? Какой в конце? В каком месте сюжета изменился? И какие выводы мы из этого можем сделать? Когда ребенок на протяжении там трех, четырех, пяти лет прочтет, я не знаю, там 20 произведений, тридцать произведений, и каждый раз вы будете проводить его по этому алгоритму, он будет понимать их гораздо глубже и будет видеть причинно-следственную связь. И момент, когда изменился герой, когда он вырастет и станет подростком, он будет читать преступление и наказание, и помня ваши слова, он будет думать, так, а кто главный герой? Раскольников. Каким он был в начале? А каким стал в конце? Наверное, таким. А в какой момент он изменился? В этот, в этот, в этот или в этот? А если в этот, то какой смысл? И дальше мы эту систему можем развивать. Она примитивная, абсолютно примитивная. Я вам, как взрослым людям, советую взять парочку сказок и просто попробовать себя на элементарном уровне, вот вы, как ребенок, на эти пять вопросов попробуете ответить. И посмотрите, изменилось ваше представление о чтении или нет? Я скажу честно, что я разработал механизмы вот этой системы вопросов для детей, для подростков и для высшего образования. Каждый раз этот механизм усложняется. Я сейчас вам рассказал самый простой, для детей. Я хочу из этой истории сделать такую, я не знаю, как это назвать, какая-то система чтения, вот наша с вами, когда мы с детства выстраиваем свой мозг в правильный алгоритм восприятия сюжетных произведений. Потому что современный человек не может читать с листа и понимать историю. Нет, может. Он может понять Евгения Онегина, если будет читать его лет десять и ничем другим не заниматься. Читать и обсуждать его с другими людьми. Ну хорошо, не десять, пять. Но это годы чтения. Потому что алгоритма нет, потому что не знаешь, куда смотреть. Я хочу разработать систему чтения, которая позволит нам в России кардинальным образом изменить восприятие сюжетных произведений. Чтоб мы знали, куда смотреть, когда мы ищем смысл. А смысл это то, ради чего мы читаем. Мы читаем ради удовольствия катарсиса, да. Но катарсис возникает в тот момент, когда мы присваиваем, постигаем смысл прочитанного. Мне будет интересно почитать ваши комментарии под этим роликом. Получилось ли у вас разобрать какие-то сказки? Я со своей стороны возьму и разберу еще несколько сказок. Кстати, я вслед за историей гуси-лебеди разобрал теремок. Теремок, кстати, очень тяжело разбирается, потому что там героя как такового нет. Там все забираются в теремок, потом медведь его раздавил, и все заново теремок построили. Но если постараться, то можно даже к теренку задать эти вопросы. Кстати, попробуйте. Я попробую промышонка, которого кошка съела, еще какие-нибудь русские народные детские сказки поразбирать. И если у меня будет хорошо получаться, я хотел бы создать новый проект платного контента, где я эти сказки и эти алгоритмы буду выкладывать в большем количестве, чем в открытом доступе. То есть в открытом частично они будут появляться, но набор основной сказок будет доступен по подписке, так чтобы и мне в финансовом смысле было интересно этим заниматься. В любом случае я жду вашей реакции на подобную методику. Если под роликом я увижу ваше любопытство, то я эту историю буду продолжать. Спасибо. Спасибо.